Привет! Наше сердце это важнейший мышечный орган, который сокращается и работает всю нашу жизнь. И именно поэтому он необходим в питании постоянно. Если сердечная мышца не получает достаточно крови, она начинает плохо работать. Именно поэтому сегодня мы разберем с тобой, а как же собственно кровоснабжается само сердце. Ведь как вы знаете, сердце перекачивает кровь для всего организма. Но как оно получает кровь само для себя, мало кто знает. Итак, все начинается с того, что в корне аоты формируются три синуса. Левый коронарный синус, правый коронарный синус имеется также еще некоронарный синус. Но нам сегодня важны именно левый и правый коронарный синус. Итак, в левом коронарном синусе формируются устья левой коронарной артерии. Левая коронарная артерия, вот ее ствол, который делится на переднюю межжеллочку ветвь, которая лежит в одноименной борозде. А также на огибающую артерию, от которой отходит ветвь тупого края. От передней межжеллочку ветви отходят цептальные ветви, идущие в перегородки, и диагональные ветви. Итак, разобрались с левой коронарной, теперь переходим к правому коронарному синусу. В правом коронарном синусе начинаются устье правой коронарной артерии, вот она пошла у нас. От нее отходит ветвь к синусовому узлу, которая также как раз набжается. Вот это у нас конусная ветвь, вот это у нас пошла ветвь острого края, а это длинная, это задняя межжелудочковая ветвь. Здесь также еще имеется заднебоковая ветвь левого желудочка, а это артерия атерио-вентрикулярного узла. Дорогие друзья, если вам было полезно, обязательно подпишитесь и поставьте лайк Желаем всем хорошего дня